Привет, ребята! Сегодня я вам хочу рассказать У меня и Душа сегодня уехал в trip, в путешествие называется у них когда они выезжают на экскурсию куда-то вне школы куда-то вне школы это называется field trip так вот у них сегодня field trip о котором я рассказывала в Science Center в Торонто и я вам хочу рассказать как проходит подготовка к этому trip и какие требования к родителям по поводу этого путешествия итак, первое что я хочу сказать это то, что за два дня до самого trip до самой экскурсии мы получили родителям вот такое вот напоминание вот Science Center Reminder и здесь по пунктам расписано все, что от нас, как от родителей ожидается и как бы по большому счету мы как родители все знаем и понимаем да, то есть мы знаем что необходимо как необходимо но все равно есть определенные требования они эти требования если честно увели меня еще в какую-то такую немножко панику в каком плане я сейчас скажу сначала я скажу потом я прочитаю на самом деле ты понимаешь что ребенок это путешествие ему нужна какая-то перекуска с собой водичка да, там и все то есть в зависимости от погоды думаешь как бы как ты его оденешь и по большому счету это все но когда начинают ссылать уже четкие указания что нужно делать так оно как-то немножко напрягает и ты боишься сделать что-то не так как сказали в инструкции ну в общем одним словом то, что здесь написано это то, что они напоминают что в Wednesday давайте я вам покажу непосредственно этот листочек да, то есть вот они говорят что непосредственно в среду вот 14 января первый класс ученики выезжают на экскурсию в Ontario Science Center на целый день то есть это будет в школьные часы проходить с 9 до 3 мы должны быть как родители ответственные за то что ребенок одет по погоде то, что называется и то, что ему будет удобно в течение этого дня находиться в этой одежде то есть мы должны понимать что ребенок у них там нет не будет возможности переобуться пойти да там снять если допустим snow pants мы им даем с собой потому что очень холодно у нас минус 20 сегодня то есть если мы даем вот эти вот snow pants как они называются штаны которые ну когда очень холодно одевают когда снег падает snow pants вот так естественно в таких штанах он не сможет целый день проходить и в ботинках тоже в зимних он не сможет целый день проходить потому что там им негде раздеваться будет переодеваться и все это за собой таскать поэтому нужно было продумать как бы что если одевая его в штаны так в две пары штанов допустим вниз под штанники штаны и там допустим кроссовки какие-то потеплее но кроссовки а не ботинки ну в таком плане в любом случае они в автобусе на скулбас едут туда и там в принципе в скулбас они со школы сразу выходят залазят и там я так понимаю что непосредственно сам автобус выезжает внутрь здания поэтому в принципе это не проблема дальше они пишут что мы должны были послать с ними еду но не в ланчбокс как обычно а в диспассабл ланч пакет вот я вам покажу как выглядят обычные бумажные пакетики вот откуда они у меня я почему-то для себя решила что диспассабл да мы понимаем что это что-то что как бумажное что выбросить сразу можно то есть понятно что ланчбокс ты не дашь чтобы они выбросили да поэтому пакетик поэтому я думала что зиплок обычный пакетик на замочке я ему дам и он его там выбросит и я вечером позвонила своей маме однокласснице и говорю знаешь так и так что ты как-то собираешь какую еду ты даешь бутерброды там то все как ты одеваешь ну так подвести черту для себя знать что все сложное что я ничего не упустила и она мне говорит ну я даю ей в этом диспассабл пакет я говорю ты что специально пошла и купила она говорит да ты не представляешь там моя знакомая купила я ей позвонила она мне принесла приходи возьми у меня я вчера в полдевятого вечера пёрлась за этими пакетиками значит вот за этим пакетиком чтобы положить сюда ему ланч и он потом этот пакетик выбросит то есть я ему естественно что можно горячий обед ты ему уже с собой не дашь так я ему дала с собой сэндвич просто и там маленькую перекуску и водичку в бутылочке не в которой обычно он берет постоянная такая которую можно выбросить и все это дала не в рюкзак а в такую маленькую сумочку тоненькую которая ну как он ее когда будет носить рюкзачок он тряпичный такой он его даже не будет ощущать там как раз будет место только вот для вот этого ланча и может быть перчаточки свои он бросит дальше мы должны быть ответственны за то что ребенок будет вовремя в школе без опозданий значит они пишут о том что у них не будет перекуса потому что обычно у детей мы знаем что есть перекуска до ланча и после ланча вот но они пишут что до ланча у них перекуски не будет поэтому они должны хорошо позавтракать это все они нам пишут и на всякий случай дать ему маленькую перекуску по дороге назад то есть когда они сделают там ланч и они будут ехать уже назад в школу может быть по дороге чтобы он мог что-то пожевать так я могу ему положить что-то маленькое также у них есть обращение к родителям которые как волонтеры волонтеры да приходят помогать в трип то есть было несколько родителей среди них есть папа моей хорошие тоже значит такой подружечки с класса значит она мама мальчика мы с ней так в хороших отношениях и оказывается ее муж поехал волонтером так как раз Идоша попал к нему в группу у него три человека его сын Идой и еще один мальчик так что я в курсе что у них там все хорошо протекает он мне звонит сообщает то есть в данный момент они там находятся и как бы волонтеры просили их пораньше прийти на 5-10 минут чтобы проинструктировать их что как будет проходить и последнее у них тут напоминание о том что есть детки которые заказывают обеды и что в этот день им не будет раздаваться обед и с собой их им не дадут поэтому они должны тоже побеспокоиться и взять с собой ланч потому что им никто не даст в общем в таком плане то есть что я вам хочу рассказать что школа полностью информирует обо всем как бы прежде всего конечно беспокоиться о детях чтобы было комфортно им чтобы родители тоже знали что все в порядке они сделали нормально в том плане что ребенок не остался там голодный холодный и вот так дальше что еще ну вот я хотела просто как-то подытожить рассказать вам что это то что происходит и сегодня Даша когда вернется я естественно у него тоже спрошу как было что они видели и так как я понимаю то что я видела в сайте в интернете должно быть очень интересно действительно я даже не знаю что для первоклашек там наверное будут проводить но у них каждый год проходит естественно это экскурсия так они уже естественно в курсе как там преподавать преподносить этот материал деткам ну в общем он будет сегодня весь в восторге так что будем его ждать и спросим как мы будем сейчас я буду вам рассказывать что я делал на филтрибе мы учили что бабочки можем сделать сейчас Даша подожди возьму тебя не надо не надо папочки может папочки папочки может это могут это тяжело сказать тяжело будет сказать но сначала вы ехали вы пришли в школу и вы сели в автобус или вам вам делали какие-то рулс рассказывали правильно мы ехали в автобус и Даша сосредоточься на мне пожалуйста хорошо вы ехали в автобусе долго да ты говорил целый час да один час и вы приехали в этот сайенс центр да и вас повели куда вы разделись там да вы курточки с собой с собой носили или вы в курточках ходили мы в курточках не были вы их сняли да и где вы их оставили я не знаю что эти назвали эти как вот эти вешалки такие нет вот эти ящички такие да а в ящичках таких положили в шкафчиках таких так учили про птичек что вы про них учили что вам рассказывали я не знаю ну скажи то что ты знаешь на английском можешь сказать а birds they don't they don't fly in the fall they do they do they do fly in the fall but not in the winter почему because it's too cold and they have feathers but the feathers are not that much stronger than the wind so they don't they they go in the fall and fly so короче им холодно и поэтому они улетают во Флориду потому что во Флориде что? очень тепло очень хорошо так и вы учили про бабочек птичек и ты говорил еще каких-то животных какие-то другие animals или нет потом вы смотрели фильм Мадагаскар но только не тот Мадагаскар который мы все знаем а документальный фильм да? да лимур лимур манаскар лимур так интересно про что там рассказывали лимур мебл очень страшно потому что они огромный размер орензий огромный размер люди хотят попали для них для их для их для их убили и они у них нет еды нет ничего понятно так а потом лимур 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 whatever they're called ok don't cry I'm gonna tell you later on so but so don't cry хорошо это очень смешно актер потом значит вы ходили там вы гуляли там вы игрались внутри да и мы кушали снак и снак и ланч вы кушали потом вы выбрасывали нет ланч только 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 ланч понятно то есть мишкины лапки которые я тебе дала на снак ты съел на ланч да понятно а чё с мамой травм чуть понятно и вы поехали домой на автобусе да да в автобусе ты сидел сам или ты сидел с кем-то с кем-то все сидели с кем-то ну а ты с кем сидел с Ашером Лиор нет я имею ввиду вы сидели вы на одной сидушке не могли все поместиться вы могли вдвоем только сидеть мы все там вы втроем сидели там Лиор потому что все группы должны быть в同ом паре даже ученики должны быть поднимать детей на них ученики понятно понятно то есть тебе понравилось ты бы еще раз туда пошел не но но почему но вы же вы же вы же не только кушали вы же там и фильм смотрели и игрались и вам рассказывали разве это было неинтересно это не было и и и если это что очень интересно и и там это снежочки снежок? нет снежинки скажи так мы если мы прыгаем на них они будут разогреться и они будут маленькими 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 и потом вы поймете 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 а это вы так играли там были снежинки вы на них падали ну ну я не займете танцем и ой 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 и всю билиберду которую ты нам рассказал мы примем за тот интересный рассказ про Science Center пока я люблю вас не плачу а вам все расскажу и